Развитие периферии. Глава региона Игорь Кошин практически всю неделю путешествовал по окружным селам. Коткина, Оксина, Красная и Нижняя Пёша. Долгожданная амбулатория, знаменитая ферма «Победа», освещение Чеснолуни и открытие физкультурно-здоровительного комплекса. Вот только несколько пунктов программы пребывания. Игорь Кошин посетил социальные объекты и пообщался с населением. Ирина Цепитова с подробностями. Открытие амбулатории в Красном состоялось еще 29 января. Тогда была торжественно перерезана красная лента. Но двери нового медицинского учреждения так и не открылись для красновцев. По словам исполняющего обязанности главного врача Сергея Марташенко, сегодня новая амбулатория проходит процесс получения лицензии, без которой она не может начать работу. Фактически, дело только в документации. Необходимое оборудование для оказания всего перечня медицинских услуг в амбулатории уже есть. Единственная проблема, характерная для всех населенных пунктов округа, — это кадры. Красновская амбулатория нуждается в квалифицированных медицинских работниках. Вакантные ставки стоматолога и врача-педиатра. Также необходимы две медсестры. Привлечь медицинские кадры поможет решение жилищного вопроса, уверен Сергей Марташенко. Эта проблема в селе решается. За последнее время два медработника получили квартиры в новостроях. Но этого недостаточно. По его мнению, помочь в жилищном вопросе может старое здание амбулатории. Дома не так часто сдаются. Вакантные места у нас есть. То есть это здание можно перепрофилировать под жилье для наших специалистов. Кстати, в начале октября новая амбулатория получит лицензию. Поэтому есть надежда, что красновцы уже через месяц смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. Следующим пунктом в маршрутном листе — новостройки для оленеводов и чумработниц. Экспериментальное жилье возводится по современным технологиям и специального пенопласта. Подрядчик уверяет, холодно в таких домах не будет. Стоят такие дома примерно так же, как блочные, зато быстрее. Готовые панели монтируются под фундамент, крепятся между собой металлическими пластинами. Внутренние стены дома будут дополнены двумя слоями гипсокартона. Такая технология применяется на Севере уже 20 лет. Такая технология была, как нам говорили, опробирована на Ямале. В принципе, наверное, аналогичные условия. Ну и вот пробуется вариант такой строить здесь. Хотя мы не очень были довольны, скажем так, таким конструктивом. Сами обратили внимание, что в Красном фактически все строится, ведется из так называемых газоселикатных блоков. Но посмотрим. Все работы подрядчик планирует завершить к концу сентября. Достанутся экспериментальные дома 10 семям оленеводов из СПК «Харп» и «Ерф» по социальной программе. Днем позже глава региона отправился в одно из старейших Печорских сел. Рабочую поездку в Оксино делегация начала с гордости и градообразующего предприятия «Колхоза Победа». Небольшая старенькая ферма, 60 голов породистых коров и около 30 работников. Объемы продукции по меркам СПК вполне приличные. Более 15 тонн сметаны, 20 тонн творога и 2,5 тонны сливочного масла. Продукция в селе долго не задерживается, избывается уже определившимся поставщикам. Цель и задача какая? Это обеспечение людей работой, в первую очередь, и само собой продукцией. То, что у нас продукции для населения хватает, это само собой, разумеется, 90% производимого молока перерабатывается, реализуется в городе Наринмаре. А то в деревне, по потребностям, сколько надо, столько в деревне есть. На ферме имеется упаковочный аппарат, чтобы продавать в город не сырье, а готовую продукцию и распасованное молоко. Но его негде разместить, поэтому сегодня нет возможности наращивать объемы производства. Нужна СПК и долгосрочная программа, в которой будет все прописано по пунктам. Сколько произвести молока через три года, кто будет его покупать и по какой стоимости. После фермы заглянули в частное хозяйство. Огородники говорят, урожай в этом году не такой обильный, как в прошлом, но есть чем похвастать. Крупные розовые клубни так и просились в руки гостей. Шутка ли вырастить такой картофель в Заполярье? Я еще только второй день собираю. Вчера 11 ведер сняла, а сегодня не знаю, сколько будет. Я-то приду. Говорили, что в прошлом году 100 ведер собрали? Больше 100 ведер, да. В этом году будет меньше? Может быть, поменьше. В те годы любить только лет. Трудовые будут. Далее учреждения. Участковая больница, строящийся двухэтажный музейно-библиотечный комплекс, школа. Новое здание на 100 мест начнут строить, как только разберутся с ФОКом. Его планируют сдать в следующем году. За основу зданий взяты успешные проекты в селах Красное и Коткино, где население также нуждалось в современных конструкциях. Социальная защита наших детей выглядит очень мощно. Это бесплатное пятиразовое питание фактически всех учащихся. Это поддержка, создание, придание интернату статуса не просто пришкольного, но и интерната с приходящим консингентом детей. То есть там, где плохо в семье в какой-то момент, то мы можем принимать детей даже с мамой. В детском саду за здоровье и жизнь детей беспокоиться не приходится. В здании провели капремонт, поменяли окна и обшили снаружи. Закончил экскурсию по селу, встреча делегации с населением. Игорь Кошин дал оценку увиденному и поблагодарил за тёплый приём. Каждый раз, приезжая к населённым пунктам, понимая, что там, где люди вкладывают душу, где люди не просто работают, что там, знаете, смену. Прошёл их, будильник отщёлкал и куда-то побежал. Там, конечно, совершенно по-другому. В завершении встречи Игорь Кошин заверил, что для развития посёлка администрация сделает всё возможное. Остальное решат трудолюбие и большое желание населения. Знакомство с небольшой деревней Коткино начали также с основных социальных учреждений. Здесь всё, как и во многих других населённых пунктах – школа, сад, спортивный комплекс, дом культуры. Из разговора с педагогами и учителями глава администрации узнал, чем живут люди и что их волнует. Живу я очень хорошо. Я приехала сама из Мариэл. Я третий год уже здесь работаю. Я учитель английского языка. Так, ну, живу я пока в гостинице. А так мне всё нравится здесь. Жители очень добродушные, приветливые. Дети, учителя приняли меня очень хорошо. Работой жители Коткино обеспечены, жильё хоть и не своё имеется. Для полного счастья не хватает часовни. Такая мысль у жителей деревни появилась ещё в 2008 году. Строили молельный дом, что называется всем миром. Деньги на строительство собирали все. Частные предприниматели заказали сруб из коми. Ненецкая нефтяная компания приобрела внутреннее убранство. Возводили часовни своими силами. Сами же обустроили внутренний интерьер. Я обязательно пришлю священник, который ваших деток покрестит. Те, кто ещё не отпет и совершит поминовение. Поможет людям духовно. Слава Богу, времена Созидания наступили до нашей северной земли. В этом году отремонтировали и мост, что ведёт на кладбище. Теперь провожать усопших в последний путь можно и во время паводка. Очень ждали, подстрели. Сейчас будем ходить на мурию. Часто будете ходить, да? На кладбище ходим, часто ходим. Будем заходить, свечи ставить. Светы поставим, молитвы попитаем. Постепенно меняется качество жизни поселения. Этим летом полностью отремонтировали отопительную систему. Подключили последние 16 домов. Готовы два участка под четырёхквартирные дома. Их строительство планируют начать в следующем году. Сегодня во главу угла жители села ставят строительство фермы. Очень надеемся, что уже года через три мы также откроем свою новую ферму. Это новые рабочие места. Это совершенно современная технология, которая позволяет привлечь на ферму молодых. А появятся молодые, значит появятся новые семьи, продолжится жизнь в селе. В Нижней Пёше, куда затем отправилась делегация, маршрут начался с физкультурно-оздоровительного комплекса. Официально открыть спортивное сооружение было решено к приезду гостей. Фокон для жителей Нижней Пёши стал по-настоящему долгожданным. Его сдали с большим отставанием в сроках. Однако всё закончилось благополучно. И после регистрации спорткомплекса его смогут посещать все желающие. В распоряжении жителей большой спортзал, теннисная и тренажерная комната, вспомогательное помещение. Мне хочется пожелать, чтобы здесь всегда было шумно, чтобы здесь всегда была возможность заниматься и у детей, и у взрослых. И мне очень бы хотелось, чтобы данный спортивный объект стал таким очередным центром жизни в Нижней Пёше. На очереди к сдаче двухэтажная школа на 110 мест. Но подрядчик не укладывается в сроки, поэтому новоселье откладывается до следующего года. А вот строительство многоквартирного жилого дома в Нижней Пёше идёт по графику. В скором времени 12 семей смогут улучшить жилищные условия.